Всем привет! В эфире заметка о Черкесии и сегодня я хотел представить обзор на книгу Лаврова «Избранные труды об истории культуры абазин, черкесов и карачаевцев». Для начала, кто такой Лавров? Лавров это известный советский этнограф, археолог, историк, который очень много, больше этнограф, который очень много описал в своих книгах в течение многих лет, изучая всю Черкесию, ну не только, он вообще по Кавказу даже ездил. Сам он родился в Пашковке, получается, еще в 10-м году, в 20-х годах после революции он часто бегал в соседние аулы к кунакам своим каким-то и наблюдал постоянно, ему интересно было, как люди выглядят, какой быт, какие традиции, он часто спрашивал их, как дома выглядят, архитектура строений. Все это он очень подробно изучал, потом он, значит, уехал в Петербург, отучился и одна из первых экспедиций была у него в Шапсуге в 30-х годах, где он оставил подробнейшие описания вот этих земелек, там, в долинах рек Аше, Шахе и прочее, по побережью. Что интересно, он умеет описывать не просто сухим текстом, да, там, то-то, 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 там, просто такой-то размер, допустим, как любят, там, такой цвет, размер, там, диаметр и все. А он, как бы, полухудожественно, он излагает свои мысли очень, так, интересно, ярко, то, что, ну, их интересно читать, это такая полухудожественная, полу научно-историческая книга получается. И, значит, книга представляет собой ряд статей разных лет, посвященных тем или иным вопросам. Ну, на мой взгляд, допустим, очень крутая статья про арабские надписи, которые встречались вообще на северо-западном Кавказе, их количество, описание, как они встречаются, где, какие-то определенные выводы, почему и как. О происхождении кабардинцев, карачаевцев, огромное количество вопросов рассмотрено Лавровым, Абазины, разного рода верования, мифология туда же относится. Отдельные вопросы посвящены, допустим, нашествию монголов и как это повлияло на историю адыбов-черкесов. Отдельные там, допустим, какие-то места, аулы их истории. Потом вот эти воспоминания его детские и как это все изменилось с годами, когда он уже как устоявшийся ученый возвращался в те места. Есть у него и упоминания и про Майкопский камень, кстати, тоже свои замечания. В общем, книга во всех смыслах интересная, она насыщена такими редкими, интересными мелкими подробностями, которые вот так просто в интернете не найдешь. То есть, читая просто эту книгу, натыкаешься и делаешь прям вот записи себе, там, выписываешь, закладки делаешь. Потому что, ну, это вот редкие вещи. Отсюда именно я узнал многое о том, о чем я говорил вам в выпусках про курганы и камни. Там как раз вот Лавров описывал первые все эти места, где они находятся. И благодаря ему мы это знаем и можем попытаться сейчас найти. Поэтому книга во всех смыслах интереснейшая. Очень рекомендую коллекцию себе ее купить, поставить. В любом случае она не будет стоять просто так на полке. Если вам это действительно интересно, вы будете периодически возвращаться к этой книге и выписывать какие-то определенные для себя интересные моменты. В магазинах на Черкесии она на нашем сайте есть, ее можно заказать, если она в наличии. Поэтому обращайтесь, заказывайте, смотрите, читайте. Ну и, конечно, про наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями и оставляйте ваши комментарии. Всем пока!